Писание Твое, законодатель, но Ты принял меня в покаянии и призвал к познанию истины, чтобы не сделался мне добычу и пищу врага. Сам Ты, Спаситель, умело сиделся надо мною. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Преподобная Мать и Мария, моли Бога о нас. Увлекшись в глубину великих пороков, Ты, Мария, не погрязла в ней, но высшим помыслом через деятельность Явно поднялась до совершенной добродетели, дивно изумив ангельскую природу, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Нераздельным по существу, неслиянным в лица, Богословски исповедую Тебя, троечное, единое Божество, соцарственное, сопрестольное, возглашаю Тебе великую песнь в небесных обителях троекракно воспеваемую и ныне пресной во веки веков. Аминь! Ты рождаешь Ты и остаешься девою, А в обоих случаях сохраняя по естеству девства, рожденный Тобою обновляя законы природы, А девственное чрево рождает, когда хочет Бог, То нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Подражая скорченной жене, пришел я, припал к ногам Иисуса, чтобы Он исправил меня, и Ты, душа моя, могла ходить прямо по стезям Господним. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Если Ты глубокий колодец, владыка, то источи мне струи из причистых ребр своих, чтобы я, как самарянка, испив уже не жаждал, ибо Ты источаешь потоки жизни. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Сила вам, да будут мне слезы мои, владыка, Господи, чтобы мне омыть очи сердца, и умственно созерцать Тебя предвечный свет. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Преподобная Мать и Мария, моли Бога нас с чистой любовью, вожелав поклониться древу жизни и Всеблаженная, Ты удостоилась желаемого, удостой же и меня достигнуть высшей славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога! Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух, простое существо, единица, вечно поклоняемая, и ныне пресной во веки веков. Аминь! Тебе, нетленная, непознавшая мужа, Матерь-Дева, облегся в мой состав, сотворивший мир Бог, соединил с собой человеческую природу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Я Тадрахма с царским изображением, которое с древности потеряно у Тебя, спаситель, но засветив светильник, предтечу своего слове, Ты искал и нашел в меня свой образ. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Восстань и не зложи плотские страсти, как Иисуса Малика, всегда побеждай, гаванитян, обольстительные помыслы, Ты всегда даешь силу поражать врагов, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Преподобная Мать и Мария, моли Бога нас, чтобы угасить пламень страстей, Ты, Мария, пылая душой, непрестанно проливала потоки слез, при изобилии которых даруй мне рабу Твоему. Преподобная Мать и Мария, моли Бога нас, возвышеннейшим образом жизни на земле, Ты, Матерь, приобрела небесное бесстрастие, поэтому ходатайствуй, чтобы воспевающие Тебя избавились от страстей по Твоим молитвам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я Троица несоставная, нераздельная, раздельная в лицах, единица, соединенная по существу, свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух, и ныне пресно и во веки веков. Аминь! Богородице, чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ, Его как Создателя всего мира. Моли, Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Дни мои прошли, как сновидения, пробуждающегося, поэтому подобные зеки я плачу на ложе моем, чтобы продлились годы жизни моей. Ну, как у Исаия посетит Тебя душа, если не Бог всех? Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Припадаю к Тебе и приношу Тебе со слезами слова мои. Согрешил я, как не согрешила блудница и жил в беззаконьях, как никто другой на земле. Но Ты убилосердился надо мною, Владыка, над созданием Своим и восстановил меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Сотмил я образ Твой и нарушил заповедь Твою. Вся красота поврачилась во мне, и светильник погас от страстей. Ну, милосердий, Спаситель, и возврати мне, как поет Давид, веселье. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Обратись, покайся, открой сокровенное, скажи Богу Всеведущему, Спаситель, Ты один знаешь мои тайны, но Сам помилуй меня, как поет Давид, по Твоей милости. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Преподобная Мать и Мария, моли Бога нас, воззвавших при чистой Богоматери, Ты обуздала неистовство страстей, прежде жестоко свиреп суши и посрамила врага, обольстителя, дар уже и ныне помощь в скорби мне, рабу Твоему. Преподобная Мать и Мария, моли Бога нас! Кого Ты возлюбила, кого избрала, для кого изнуляла плоть, преподобная, моли ныне Христа, рабах Твоих, чтобы Он по Своей милости ко всем даровал мирное состояние почитающим Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нераздельное, единосущное и одно Божество, свет и свет, три света и одно лицо свято, Бог Троица, воспеваемый в песнопениях, воспуй, жи ты, душа, прославь жизнь и жизни Бога всех, и ныне пресной во веки веков. Аминь! Воспеваем Тебя, благословляем Тебе, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила одного из нераздельной Троицы Христа Бога и сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Изливая сосуд слез, как мира на голову, Спаситель, взываю к Тебе, как ищущая милости блудница, приношу моления и прошу о получении мне прощения, и Ты, милостиво, принял меня. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хотя никто не согрешил пред Тобою, как я, но, милосердный Спаситель, Ты принял меня, кающегося со страхом и с любовью взывающего. Я согрешил пред Тобою одним, помилуй меня, милосердный, Ты обнял меня с любовью, как блудного сына. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, что даровал мне рождение свыше, рождение Духа Твоего, от Святого Евангелия через Новый Завет. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты пощадил, Спаситель, создание свое, и, как пастырь, отыскал потерянного, возвратился в лучшего, отнял у волка и садил меня агнцем на пастбище Твоих овец. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Когда Ты, милосердный, воссядешь, как судья и откроешь грозное величие свое, Спаситель, о, какой ужас тогда, печь будет гореть и все трепетать пред неумолимым судом Твоим, но меня Ты уже вписал в книгу жизни и перевел от смерти в жизнь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Преподобная Мать и Мария, моли Бога нас, Матерь незаходимого света Христа, просветив Тебя, освободила от мрака страстей, поэтому, приняв благодать Духа, просвети, Мария, искренно прославляющих Тебя. Преподобная Мать и Мария, моли Бога нас, увидев Тебе, Матерь, поистине новое чудо, святой Зосима удивился, ибо он увидел ангела во плоти и весь преисполнился изумлением, воспевая Христа вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, безначальный Отче, с обезначальный Сын, утешитель благий, Дух правый, родитель Слова Божия, безначальное Слово Отца, Дух животворящий и созидающий, Троица Единая, прими благодарность за призвание в Царство Сына Божия. И ныне приистое во веки веков, аминь, мысленная парфира плоти Мануила соткалась внутри Твоего чрева, причистоя, как бы из вещества пурпурного, потому мы почитаем Тебя, истинную Богородицу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Помилосердись, спаси и помилуй меня, сын Давида, словом исцеляющий, беснующихся, и скажи, как разбойнику, милостивые слова, истинно говорю тебе, со мною будешь в раю, когда приду я, славе моей! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Разбойник поносил Тебя, разбойник же и Богом исповедал Тебя, вися на кресте, но милосердный, как уверовавшему разбойнику, познавшему в Тебе Бога, открыл и мне дверь славного Твоего Царства. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Тварь содрогнулась, видя Тебя распинаемым, горы и камни от ужаса распадались, и колебалась земля, преисподняя, преисподняя пустела, и свет среди дня помрачился, взирая на Тебя, Иисус, плотен ко кресту пригвожденному, и Ты даровал мне в это поверить искренно, от всей души по Слову Твоему, всей душою полюбить святую и духоносную Библию. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Достойных плодов покаяния Ты ждешь от меня, Единый Спаситель, и хотя сила моя истощилась во мне, даруй мне всегда сокрушенное сердце и духовную нищету, чтобы я принес их Тебе как благоприятную жертву. Ты оживил меня через Слово Твое, через благодарованную Библию. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Судья мой, знающий меня, когда опять придешь ты с ангелами, чтобы судить весь мир, тогда, обратив на меня милостивый взор, пощади Иисусе и помилуй меня, согрешившего боли всего человеческого рода. Ты сказал, что верующий в Тебя имеет жизнь вечную, и я поверил в Тебя как в моего Спасителя. Все это познавая через Библию и внимая Духу Святому, особенно на молитве и при принятии святых, ижетворяющих Твоих таинств, Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Преподобная Мать и Мария, моли Бога нас, Ты удивила необычную своей жизнью всех, как чины ангельские, так и человеческие сонмы, духовно пожив и произошедшую природу, поэтому, Мария, Ты, как бесплодная, шефствуя стопами, перешла Ярдан, Преподобная Мать и Мария, моли Бога нас. Склони Творца на милость к восхваляющим Тебя, Преподобная Матерь, чтобы нам избавиться от огорчений и скорбей отовсюду нападающих на нас, чтобы, избавившись от искушений, мы непрестанно величали прославившего Тебя, Господа, Преподобная Мать и Андрея, моли Бога нас. Андрей, досточтимый, отец приблаженный, пастырь критский, не переставая молиться за воспевающих Тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем, истинно почитающим память Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Прославим Отца, привознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троицы, единой по существу, как Свету и Светом, жизни и жизням, животворящему, просвещающему пределы вселенной, и ныне пресной, во веки веков. Аминь! Сохраняй град свой, причистая Богородица, под Твоею защитую Он царствует с верою, и от Тебя получает крепость при Твоем содействии неотразимо. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! Беседа Пятителя Иоанна Затауста 143-я о гневе и вражде. Если кто-либо впадает в страсть гнева, тому апостол предлагает врачество. Гневаясь, говорит, не согрешайте. Ненадолгое время солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4, 26. Ты не можешь удержаться от гнева. Гнева сейчас, два, три, но да не зайдет солнце, оставив нас врагами. Оно по благости Божией взошло, да не зайдет же сиявши на недостойных. Ибо если Господь послал его по многой своей благости и сам оставил тебе согрешения, а ты не оставляешь их своему ближнему, то размысли, какое в этом зло? Притом от него может происходить и другое зло. Апостол опасается, чтобы ночь, захватившую в уединении человека, претерпевшего обиду, и еще пламенеющего гневом, не разоглась его огня еще более. Днем, пока еще многое раздражает тебя, тебе позволительно дать в себе место гневу. Но когда наступает вечер, примирись и погаси возникшее зло. Если ночь застанет тебя во гневе, то следующего дня уже недовольна будет для погашения зла, которое может возрасти в тебе продолжение сей ночи. Если даже большую часть его ты уничтожишь, то не в состоянии будешь уничтожить всего, и в следующую ночь дашь возможность более усилить оставшемуся злу. Как солнце, если дневной теплоты его недовольны бывают для осушения и очищения воздуха, наполнившегося облаками и испарениями в продолжение ночи, дает этим повод быть грозе, когда ночь, захватившая остаток этих паров, прибавляет к ним еще новые испарения, так точно бывает и в гневе. Не дайте же, говорит апостол, место дьяволу. Итак, враждовать друг против друга значит давать место дьяволу. Ибо тогда, как должно нам соединиться вместе и восстать против него, мы, оставивши вражду против него, позволяем себе обратиться друг на друга. Подлинно, ничто так не способствует дьяволу находить место среди нас, как вражда. И сколько зол рождается отсюда, как камни, до тех пор, пока они плотно сбиты и не имеют пустоты, трудно размалываются, разламываются, коль же скоро окажется в них скважина, хотя бы такая малая, как острия иглы, или сделается трещина, в которую можно лишь продеть один волос, распадаются и разрушаются, так и при нападении к дьяволу. Пока мы будем тесно соединены и сближены между собою, тогда он не может ввести ни одного из своих наветов, но когда хотя немного он разделит нас, тогда вторгается к нам подобно бурной волне. Везде ему нужно только начало, это для него самое трудное. Когда же начало сделано, тогда он уже сам собой все подвигает вперед. Так лишь только он открыл твой слух на клевет, и лжицы уже приобретают твое доверие, ибо руководствуясь своей ненавистью, осуждающую, а не истинную, правосудящую, ибо как во время дружбы даже справедливым, нехорошим слухам не хочется верить, так при вражде, напротив, и ложные слухи принимаются за истину. Другой тогда бывает у нас ум, другое судилище, выслушивающие не с равнодушием, но с пристрастием и предубеждением. Как положенный на весы свинец все перетягивает, так и тягчайшая свинца тяжесть вражды. Посему прошу вас, будем всячески стараться о том, чтобы нам до сохождения солнца погашать свои вражды. Ибо когда ты не обуздывал своей вражды в первый и в последующий день, то часто продолжал ее целый год, и наконец она сама собой усиливалась так, что уже не нуждалась ни в чем возбуждении. Она заставляет слова, которые говорятся в одном смысле, принимать в другом, заставляет подозревать движение и все, что не есть, притолковывать в худую сторону, и тем ожесточает и раздражает человека, делая его хуже бесноватых, так что он не хочет ни называть, ни слышать имени твоего, против которого враждует, но всегда называет его бранными словами. Как же мы смягчим свой гнев? Как погасим этот пламень? Если помыслим о своих собственных грехах и о том, сколь мы виновны пред Богом, если помыслим, что мы мстим не врагу, но самим себе, если помыслим, что враждою мы доставляем радость дьяволу, этому врагу, этому истинному врагу нашему, ради которого мы наносим обиду своему ближнему. Ты не можешь ни злопамятствовать, ни враждовать? Будь врагом, но враждуй против дьявола, а не против своего ближнего. Для того и дал нам Бог в оружие гнев, чтобы мы не собственные тела поражали мечом, но чтобы вонзали все его острие в грудь дьявола. Верзи туда свой меч по самую рукоять, если хочешь, вдови рукоять, и не извлекай его никогда оттоли, напротив, вози туда еще и другой меч. А это произойдет тогда, когда мы будем щадить друг друга, когда будем миролюбиво расположены друг к другу. Пусть я лишусь денег, пусть я погублю свою славу и честь. Мой член всего для меня дороже. Аминь. Боже, будь милой всех нам грешным, сотворившим от Господя, помилуй нас, и счастливший Господь, прости нас грешным помилуй, и благослови Аминь. 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 Боже, очисти мя грешного помилуй, 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 Боже, очистим и грешно. Господи, ладыграй, брата моего, в праздности, вну или вначале празднословия, слеволюбия, не дай мне. Души целомудри, смиренно, мудри, терпение, любви, дару мне работу ему. Ей, Господи, царю, дару мне, зрите мои пререшения, не осуждайте брата моего, ибо ты благословен во веки. Аминь. Богословение окончено. Следующее богословение в субботу. Как обычно. Как обычно, в 4 часа. Богословение окончено. Как обычно. Сп сотня. Как обычно. Как обычно. Посмотри, что у тебя там было. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...